В спектакле «Джонни и Хест» задействовано всего два актера. Герой Джонни, близкий к сумасшествию, ухаживает за больным отцом. А его старшая сестра Хестер приезжает в отчий дом после 15-летнего отсутствия и практически сразу заводит разговоры на следствие. Роль Хестер играет внучка Михаила Мараша Мария Малкова. Автор пьесы, по которой поставлен спектакль, Атал Фугарт, один из любимых писателей ее деда. Актриса в третьем поколении своего дедушку помнит отлично. Мы справляли вместе все новые годы, дни рождения первомайские, какие-то демонстрации. У меня очень яркое воспоминание. Приезжал дедушка, я сидела у него на плечах, он был высокий, у меня в руках была палка с какими-то бумажными цветами. И мы шли с ним куда-то, тепло, солнце. Этот спектакль в театральном центре «Вишневый сад» в Москве идет уже целый год. В других городах его еще ни разу не показывали. Нижегородцам повезло увидеть постановку благодаря семье телережиссера. В Нижний Новгород приехала его дочь, актриса театра Олега Табакова Алла Малкова-Мараш. Это просто совершенно необъяснимое какое-то явление. И я все время каждый год думаю, боже мой, какие же прекрасные, замечательные люди, что они 31 год уже помнят папу. Совершенно сделан этот спектакль при помощи директора телевидения, директора театра ТЮЗа. Они ничего за это не получают. Это такая бескорыстная любовь. Актеров на сцене двое, но все основное внимание приковано, пожалуй, к внучке человека эпохи нижегородского телевидения. Актрисе удается гармонично жить в этой далеко не простой роли. Для нее, наверное, это первая такая большая серьезная работа, в принципе, даже по большому счету самостоятельная, потому что очень многое требуется лично от человека для того, чтобы рассказать эту историю, рассказать историю Хестера. Этот спектакль, он требует очень сильного внутренней работы актерской, потому что нужно многих людей перетащить на свою сторону, заставить их почувствовать что-то. Я считаю, что это очень достойная у нее работа, и если бы папа увидел вот то, что происходит сегодня, он был бы очень счастлив. Михаил Мараш несколько лет играл в Горьковском театре драмы, а потом работал режиссером Горьковской студии телевидения почти 30 лет. Но театр из его жизни никогда не уходил, поэтому вполне логично, что 90-летие выдающегося нижегородца отмечают именно на театральной сцене. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, Столица Нижней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова